Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжим заниматься газотурбинным двигателем. Как многие заметили, что я его постоянно после смерти воскрешаю. Но в этот раз он считается живым и мы будем его совершенствовать. Ранее этот вертолетный двигатель был газотурбинным. Вот с этого вала шел привод на редуктор. Ну а дальше уже на винт для вертолета. Вертолет Ми-2, если кто еще не в курсе, летает на двух таких движках. Но в ходе наших испытаний он выплюнул одну из турбин. Вторую пришлось ликвидировать и теперь осталась лишь газогенераторная часть. То есть рабочий компрессор, который вон там в той области находится и рабочая турбина, которая крутит компрессор. Есть мысли сделать с него турбореактивный двигатель. Точнее уже как бы другого не остается. Для начала, чтобы понять, будет ли он вообще работать и как он будет запускаться, надо стартануть его с заткнутыми отверстиями там, где надо. То есть вот здесь, видите, открыто все. Надо заткнуть специальными заглушками и оставить два сопла. Посмотреть, что будет. Может быть уже будет какая-то реактивная тяга. А может быть он плохо запускаться будет. В общем надо протестировать этот момент, посмотреть. Но если будет плохо работать или нам не понравится что-то, то, как обычно, будем выкидывать лишние детали, добиваться устойчивой работы. Ты запускать сегодня будешь или нет? Нет, только не сегодня, но сейчас. Тяга есть. Почему с одной трубы дым идет? Не знаю, но тяга есть, он поехал. Слушай, этот пепелац почти до 3 атмосфер сейчас дал в камеру сгорания. Я что-то не понял, почему так много. Я ему 60 атмосфер не давал топлива. Да, но выглядело дико очень. Ну что могу сказать? Тяга есть. Даже вот несмотря на то, что тяга была куда-то вверх направленная, адски. Но он все равно поехал. Поехала эта телега, поехала в горку. Пару-тройку сантиметров она сдвинулась. Здесь нужно усилие. Я не знаю какое, чтобы так её сдвинуть. Несколько килограмм, килограмм 10 наверное надо надавить. Больше мучить его сейчас не будем. Будем делать сопло, значит, чтобы уже четко направлено было. И тогда попробуем еще раз. Ух, зверь! Сегодня без огня, как видите. Ребята, научились запускать более-менее. Ребята, кто-нибудь знал, догадывался, что получится именно такая вещь, когда я сделал первый обзор на этот утопленный двигатель. Лично мне очень нравится то, что получилось. Какая-то просто пушка. Диаметр выхлопных сопел рассчитывался с учетом пропускной способности турбины. Есть оставшаяся живая свободная турбина и у нее есть некая площадь вот этого кольца, через которое оно по-любому продувает, даже в восстановленном состоянии. С этим учетом и подбирался диаметр, а точнее суммарная площадь двух отверстий, двух сопел. Очень сильно надеюсь, что движок запустится. Потому что это не факт. Здесь есть паразитные всякие места. Могут появляться завихрения всевозможные. И может волна отражаться внутрь двигателя. Что тут говорить, ребята? Мы уже готовы. Зарядились все батареи. Можно начинать пробовать. Вот это мне уже нравится. Как это работает. Зарядились все углеводные люди. Постепbilir速 momsoper. Зарядились ненавидные людей. И мы уже готовы. Оставляем увmade Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему,это успех. Тяга есть,я на всю не давал. Тяга есть,трудно остановить. Что-то трещит там. Наконец-то смогли сжечь весь террас, который зарядили всю петлю. Это говорит о многом. Масло тоже уходит. Половина масла куда-то пропала. Видимо,сжигается тоже вместе с топливом. Ну что делать? У нас там всё свистит,всё в свищах. Это такой двигатель постапокалипсис. Так,не создаю ничего? Нет? Ну всё. Попробуем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну как я могу резюмировать всё это дело? Работает. Работает движок и очень даже уверенно. Нам нравится. Мы уже очень много раз стартовали. И выбег у него хороший и работает мягко. Но не вижу я никаких причин в нём сомневаться. Вот с этой трубы идёт дым и больше пламени, потому что видимо есть трещина в газосборнике и оттуда травит масло. Попадает именно вот сюда. А здесь как-то тучами этот туман собирается. Тоже интересный эффект, конечно. Мне кажется, мы готовы с тобой для более крупных двигателей. Как ты смотришь на это? Ты готов? Растём. Я уже, ребята, давненько подыскиваю ещё какой-нибудь двигатель. Более крупных размеров. Как только он мне попадётся, я думаю, мы схватим его цепкими руками и больше никогда от себя не отпустим. Кому будет интересно посмотреть, что с этим двигателем будет дальше, подписывайтесь на канал, поддержите Лойс. Ну всё, всем пока, до новых встреч. Ох, Горыныч, не подвёл ты меня.